Здравствуйте, друзья, с вами Ванёк. И, в общем-то, добавили новую пушку, пиндат, какая-то там, сколько, SS2, но, если честно, замести буквы N, мне очень сильно хочется туда всунуть букву Z. Потому что это будет как-то получше, по-моему, даже выглядеть, не пиндат, а пи***дат. Ну что, что могу сказать по этой пушке? Ну, звук у неё какой-то такой, что как будто какие-то таджики стоят чёткими-то палочками по железным трубам или что-то такое. В общем, примерные такие звуки мне никогда не нравились. Единственное, что здесь такое более-менее, это, наверное, урон, который, по-моему, чуть больше, чем у M4A1. Ну, это не факт, потому что какие-либо характеристики в нашем магазине на наши игровые, как бы, орудия, они просто не имеют смысла. Потому что та или иная пушка может превосходить другую пушку просто не пойми из чего. Даже не по характеристикам, но всё равно превосходить. Это уже давно всем известно, так что на характеристики можно не обращать внимания и играть себе в удовольствие. Но скажу сразу, что шлем она не пробивает. Да, не настолько она, конечно, мощная, и это дело понятное, как бы... Такими вещами должна была только коллаж, по-моему, и всё. И больше никакое оружие. Вот сейчас я надамажил кипу вроде неплохо, но в итоге я его даже не убил. Хотя отнял достаточное количество хп, 92. Но выпустил у него 4 патрона. А 4 патрона это немало, потому что с коллажа я бы его точно убил. Ну, в общем, я не стану, знаете, там делать какие-то обзоры, типа, мол, сколько эта пушка сносит, что она дамажит. Скажу, что ящики она не дамажит. Ну, а по урону, да, всем известно, что она уже примерно как М16, там, М4. Потому что сделана она на базе М16, АК-47, Калаша, но я в это не верю. Ну, просто, если, допустим, ещё можно, да, в ней видеть какие-то отдалённые, не знаю, как бы рисунки М16, там, чё-то такое, ну, вид М16. То, вот, АК-47, по-моему, здесь только какое-то название в этих, не знаю, пристройках каких-то слов. Что, типа, мол, это оружие сделано на базе АК. Потому что, если бы эта пушка была сделана на базе АК, она бы стреляла куда лучше, чем она стреляет. Но, тем не менее, я иду в 11 на 4 без брони и шлема. С бронёй и шлемом шёл бы, наверное, 15 на 4, но, да, не суть. Что могу сказать, что вот по патрончику, если стрелять, да, с эмитой, с ваншотами. Какой-то дурак бегает без этого, без веса, с минями и жмёт всё по головам. Надо же КФ, конечно, без читов, да. Что скажу, что по одному патрончику летит всё более-менее нормально. Опять этот нудак меня убил. Ну, а если зажимать, то она просто убогая какая-то. А из-за того, что мощности у неё не хватает, ну, лично для меня, потому что я привык ехать только с АК. И поэтому я уже знаю примерно количество протпатронов, которые я должен садить, не знаю, противника, чтобы он окончательно умер. Так вот здесь мне нужно всаживать на один патрон больше. И это, как бы, особый такой дискомфорт мне лично доставляет. Ну, а так, что, сыграл вроде нормально, 15 на 6, почти 3 к 1. В общем, типа имба-пушка, но, ну, не знаю, может ещё сейчас начнём. Нет, не хочет он. Давайте я куда-то зайду. Вот поезд есть недостаточно, ну, конечно, автобаланса у нас здесь нету, поэтому нам приходится каждый раз самому куда-то направо или налево переходить. И меня выкидывает ни с того, ни с сего с кросса. Да уж. Ну, а на этом, друзья, я тогда с вами прощаюсь. Всё вы сами видели. Пушка, пушка, не пушка. Стоит она 53 тысячи очков. Мне пришлось отдать почку, чтобы её купить. Потому что сейчас все покупают КФС-наборы и, естественно, у меня тоже нету очков. Ну, а с вами был Ванёк. Пушка такая себе. Смотрите, покупать, не покупать. По фану можно, но, не знаю, чтобы там продавать какие-то оружия, как это делал я, я бы не советовал. Не стоит, в общем, это фуфлоу таких затрат. Ну, а с вами был Ванёк. Увидимся в игре и до новых встреч.